Привет, с вами профессор Эйншер. Сегодня мы поговорим о роботах. Робот это автоматическое устройство, созданное для выполнения определенных задач. Другими словами, робот передвигается самостоятельно, действуя по заранее заложенной программе, а в пространстве ориентируется при помощи датчиков. Программа – это определенная последовательность действий, которую должен выполнить робот, чтобы добиться определенного результата. Сам термин «робот» появился в 1920 году благодаря чешскому писателю Карлу Чапику. И обозначает он рабский труд каторга. Автор под этим подразумевал то, что робот создан для выполнения тяжелой монотонной работы. А теперь поговорим о типах роботов. И самое распространенное из них – это промышленные роботы. Больше всего они похожи на большие механические руки. И стоят они на заводах. Дело в том, что для создания высокоточной продукции в промышленных масштабах с маленьким количеством брака требуются автоматические устройства. Другой тип – это роботы-исследователи. Такие роботы очень полезны для науки. Так получилось, что человек не везде может находиться с безопасностью для своего здоровья. И тогда ему на помощь приходят роботы, способные выдерживать невероятные температуры, высочайшее давление H2O и даже полное отсутствие атмосферы. Например, марсоход Curiosity. Он может годами передвигаться по поверхности Марса, брать пробу грунта, анализировать атмосферу, отправлять фотографии на Землю. И все это без непосредственного участия человека. Следующим типом являются домашние роботы или, по-другому, роботы-помощники. Самым распространенным среди них является робот-пылесос. Его основной задачей является передвигаться по вашему дому и собирать пыль. Существует еще большое количество различных типов роботов. Но сейчас мы поговорим о том направлении, которое нас интересует больше всего. Это образовательная робототехника. За последние годы на рынке образования появилось огромное количество роботехнических конструкторов. При помощи них можно обучиться основам робототехники и программирования. Как правило, такие наборы содержат в себе определенное количество компонентов. Это контроллеры, моторы, датчики и детали. Комбинируя их между собой, можно получать различные модели и программировать их. Так зачем же нам образовательная робототехника? Дело в том, что нам интересно заниматься творческой, интересной работой. А вот монотонную работу нам бы хотелось переложить на кого-нибудь другого. И тут нам на помощь приходят роботы. Вскоре робототехника перестанет ограничиваться лишь профессией инженера. Так как роботы будут занимать все более важные позиции во всех сферах нашей жизни. И тогда потребуются люди, которые смогут обслуживать и программировать их. Именно поэтому занятия образовательной робототехникой сейчас так перспективно для ваших детей в будущем. Именно об этом наш блог. С вами был профессор Эншер. Подписывайтесь, ставьте лайки. И до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok